Я менеджер проектов в группе НКО Гарант, и я провожу серию вебинаров в рамках конференции. Давайте немножко расскажу сначала про то, что это за конференция, в рамках какого проекта она проходит, и затем уже представлю нашего сегодняшнего докладчика. Значит, мы... Этот вебинар проходит в рамках проекта НКО России и Северной Европы, оказывается в высококачественной услуге. Этот проект мы запустили для того, чтобы посмотреть, какие услуги, как работают НКО, оказывая разнообразные услуги населению, в том числе посмотреть, какие практики есть интересные у нас и за рубежом, что не хватает, чтобы организации оказывали услуги полноценно, что еще можно сделать, и какие, допустим, практики можно перенять из одной организации в другую. Особенно это важно для небольших организаций, которые работают с какой-то конкретной очень прикладной темой. И в рамках этого проекта мы много что сделали. У нас было несколько конференций, и вот это одна из них. Она называется «Устойчивое развитие. Люди. Поддержка и кооперация». Эта конференция, она проходила с сентября и будет положаться еще в декабре. Мы приглашаем людей, кто так или иначе связан с оказанием услуг, чья работа связана с оказанием услуг. Мы слушали уже и некоммерческую организацию, которая рассказывала про опыт создания Лиги КВН среди инвалидов из Ленинградской области. Мы слушали коллег из Псковской области, которые организуют производственные мастерские для инвалидов. Мы слушали про опыт кризисного центра Волу и некоторые другие интересные примеры. Вы можете найти на нашем сайте все эти примеры, о чем мы рассказывали, ну и посмотрите видеозаписи, конечно. Сегодня я представляю нашего докладчика Ольгу Олеговну Шевева. Она работает в фонде «Взамен», и мы попросили рассказать ее о своей работе, потому что мы давно с ним и с этим фоном знакомы, и с Ольгой, в принципе, и нам всегда было интересно, ну мне, по крайней мере, всегда было интересно, как она организует свою работу, потому что это тот человек, с которым я могу долго спорить, но при этом я знаю, что у нее есть четкие принципы, кому и как она оказывает поддержку, и это очень, мне кажется, важно и интересно послушать, ну и, в принципе, о том, что может добиться, по сути, волонтерский фонд. Это очень важно. Ольга, вам слово. Коллеги, добрый день, рада вас всех видеть, точнее, не видеть, пока окошки пустые, но я знаю, что вы есть, поэтому здорово. Спасибо, Иван, спасибо группе «НКОГАРАН», что мы можем делиться практиками своими и приходить к каким-то новым, может быть, вариантам решения. Каждый для себя возьмет ровно столько, сколько ему нужно на данный момент. Вот, наверное, тогда уже все подошли желающие. Я запускаю свою презентацию, поговорим о том, чем мы занимаемся, что за фонд, с кем мы работаем. Презентацию видно, Вань? Иван? Иван, все в порядке? Да, теперь видно презентацию, все хорошо. Я думаю, что вы... Ну что, друзья, мы организация волонтерская, благотворительный фонд «Взамен». Существуем мы с 2015 года, начинали мы свою деятельность как инициативная группа. Меня, кстати, тогда еще в составе не было. Я присоединилась к фонду чуть позднее, в году 2016, как обычный волонтер. Ну, через год уже начала руководить проектами, появились новые идеи, что можно еще улучшить, структурировать, сделать наши услуги более качественными. Мы работаем с многодетными малоимущими семьями, с детьми. Периодически, конечно, появляются и иные категории благополучателей, люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Мы на их запросы также откликаемся по направлениям нашей работы. На сегодняшний день в фонде постоянно получают поддержку примерно 350 семей с детьми. Цифра колеблется, кто-то чаще, кто-то реже. Про категории наших семей я тоже немножечко расскажу. Они разные, и точки входа в каждую семью тоже различны. И тот результат, который мы ожидаем от коммуникации, он тоже разный. Оказываем мы ресурсную поддержку. О наших проектах тоже поговорю чуть позднее. Ничего особо нового, уникального мы не производим как организация. Мы налаживаем мосты, мы налаживаем коммуникацию. Я очень люблю говорить, что наша организация – это мост между теми, кому нужна помощь, и теми, кто готов эту помощь оказать. На сегодняшний день команда волонтеров – это человек 10, идейные работающие люди, вовлеченные в процесс, четко понимающие, что они делают, зачем делают. Мы команда друзей, это такое наше детище, наша совместная любовь. Моя презентация не идет. В любом случае, когда мы начинаем работать с нашей целевой аудиторией, мы должны четко понимать, кто они, их, может быть, ожидания, их видение мира, представлять проблему изнутри. Не только то понимание, которое есть у нас в головах, что им необходимо для того, чтобы стать лучше, эффективнее, достойнее. Мы проводили социологический опрос, социальное исследование, и знакомились с нашими семьями. Вот на сегодняшний день такие результаты опроса, что родители в семьях в большинстве своем имеют среднепрофессиональное образование, кто-то даже только имеет за плечами школу, высшее образование только у 20% родителей, и работают по специальности не все. То есть у кого-то высшее образование есть, но им они не пользуются. Почему у меня презентация медленно идет? В наших семьях воспитываются детки, и мы ориентированы в основном на них. Многодетных семей большинство, это чуть более 80%, но есть семьи малоимущие, семьи воспитывающие деток-инвалидов, в которых один-два ребенка, их около 18%. И наше социсследование показало такую интересную картину. 40% семей представлены одним родителем, то есть это мамы. Папы, может быть, и есть номинально, но они не участвуют, либо не живут, либо вообще растворились из поля семьи, и не участвуют в воспитании детей. 40% – это много, получается, мама и детки. Мужчины есть, мужчины в 60% в семьях, но тоже есть своя специфика. Доходы в наших семьях невысокие. Как правило, мы для себя такую цифру выявили и опираемся на нее. Это не выше 6 тысяч рублей в месяц на человека доход в семье. На эти 6 тысяч они живут. Это и коммуналка, и одежда, и еда, и лекарства, и все текущие расходы. То, что необходимо, вот их потолок. Денег не хватает иногда и на еду, денег не хватает на одежду. В редких случаях есть такие семьи, которые могут эту базу себе обеспечивать, но на большее, на что-то, на развитие они не могут выделить собственные ресурсы. И оценивают, вот тоже, как они оценивают свое материальное положение. Это очень такой важный момент. Такая планка, потолок. Большинство считает, что их материальное положение среднее. Хотя я про суммы говорила, да, ну такое субъективное мнение. 30% считают, что материальное положение плохое. Ну и несколько семей совсем считают, что они за чертой бедности очень плохое. Про ценности в семьях. Это тоже очень важно для того, чтобы понимать, на какие аспекты опираться, предлагая им проекты, вовлекая их в деятельность. На что они опираются, что важная ценность в семье. Здоровье и взаимоотношения в семье на первом месте. Ну это так вот казалось понятно, хорошо, но это то, что есть. Это такая динамика, на которую мы сильно влиять не можем, как непрофильная организация. Взаимоотношения в семье, да, мы предлагаем какие-то проекты, вот исходя, опираясь на этот принцип. Смотрите, такой очень интересный момент. Цель – самореализация в жизни. В наших семьях это практически не дотягивает до 2%. Родители не ориентированы на себя, на свое развитие. Они находятся в заботах семьи исключительно. Работа тоже, интересная работа не является реализацией. Поэтому такой материальный достаток взаимоотношения в семье и здоровье – вот те слоны, на которые опирается семья. И тоже очень интересный слайд я вам покажу. Какие утверждения характеризуют вашу семью, как они видят изнутри свои взаимоотношения. Вопросы были разные, касаясь окружения семейного, кто в семье главный, женщина, мужчина, какие роли они выполняют. Смотрите, вот самые большие у нас такие показатели. Женщина в семье прежде всего жена и мать. Она создает доверительную атмосферу, берет на себя все домашние хлопоты. При этом мужчина в семье главный и решает все сложные ситуации 23%. Такой дисбаланс. То есть женщина, еще мы помним, что 40% семей, они воспитывают детей без супругов. Получается перекос, конфликт. Мужчина не решает, женщина думает, что она не решает, а решает мужчина. И получается семья, подвешенная в воздухе, без четкого движения, без корабля, без капитана. С этим тоже можно работать. И думаю, что интересный момент можно к себе пометить и на это направление обращать внимание. Что такое у меня презентация? Хочет идти или не хочет, не идет. Ольга, попробуйте выключить презентацию, включить снова. Может быть, лучше будет. Я переключу этот слайд. Я очень рада. Немножечко по принципам работы с целевой аудиторией. Услуги, которые мы предоставляем, они не уникальны. Также есть и государства у нас, и коммерческие организации, и другие инициативные группы, которые оказывают похожие услуги. Но принципы взаимодействия чуть отличаются. Они отличаются по первичному соприкосновению, по ожиданиям семей от взаимодействия. И отличаются, наверное, по изначальной внутренней мотивации семьи, обращающихся в фонд. Государство все-таки у нас представляет собой некий гарант. Есть меры социальной поддержки, на которые опираются, могут рассчитывать определенные категории семей. Мы в данном случае тоже эти регламенты себе берем. Что такое малоимущая семья? Кто такие многодетные семьи? Но в этом плане мы более гибкие, потому что понимаем, что существуют некие бюрократические преграды, которые не позволяют оформить все документы и официально получить статус и получать соцподдержку. Мы все-таки опираемся тут на первичное общение с семьей, на первичный запрос семьи, и изучаем ситуацию изнутри. Есть инициативные группы. Вот разница работы инициативных групп и некоммерческих организаций, она в первую очередь, наверное, в том, что инициативные группы решают конкретные задачи для конкретной семьи в моменте. Они не берут проблему целиком. Вот смотрите, у нас ресурсная поддержка малоимущих и многодетных семей. Я думаю, что каждый из вас сталкивался с множеством различных сборов вещей, продуктов, инициативными группами. Случился пожар. Добрая тетя Маша кидает клич, и мы собираем огромное количество вещей, и одежды, одеял для семьи из двух человек. Но тут тоже это делать надо. Но инициативные группы постепенно надо обучать. Мы такой инициативной группой были изначально, но вот пришли к определенным принципам работы. Инициативные группы решают задачи. Некоммерческие организации, они все же решают проблему своей целевой аудитории. Проблема нашей целевой аудитории – это низкое качество жизни. И мы работаем для того, чтобы сделать их среду более комфортной, доступной, развивающей, динамичной, чтобы не было только, вот наш вебинар называется «Рыба или удочка», не только решать текущие задачи, но и давать вектор для развития. Очень важен в нашей организации первичный запрос семьи. Периодически поступают такие моменты, такие запросы от добрых людей. Вот есть семья, мама с тремя детками. Вот хорошо бы ей помочь, у них там все плохо, давайте помогите им. Я в таких случаях отвечаю, что нет. Первичный запрос должен идти от семьи. Мама должна понять, что ей необходима помощь, какая помощь ей необходима и для чего. Мы даем семьям возможности, мы не решаем их проблемы. Мы некий рынок, некий магазин такой, в который можно прийти, соблюдая некие правила, и получить возможность для дальнейшего развития, и покрыть в том числе какие-то свои текущие потребности. Особенность нашей работы в системности, все наши проекты, они существуют, они рассчитаны на долгосрочный период. Это не значит, что мы сейчас собираем вещи и передаем нуждающимся, а завтра мы этого делать не будем. Нет. У нас постоянно должен быть определенный запас. Мы в любой момент должны удовлетворить запрос семьи, которая обратилась и понимает, какая ей помощь нужна. То есть это такой гарант плеча, ощущение поддержки, что ты не один для семьи, что ты можешь обратиться в фонд, и помощь тебе окажет. Поэтому тут системность играет огромную роль и для нас, и для дарителей, и для благополучателей, для того, чтобы понимать, какими способами, как, в каком объеме можно поддерживать нашу целевую аудиторию. И еще важный момент – регламенты. У нас четко прописаны регламенты для каждого проекта. Что они нам дают? Они… Мы все люди. Мы все… Особенно вот что характерно для инициативных групп? Отклик на боль. И для того, чтобы беречь себя, беречь свои силы, и волонтеры в том числе должны понимать, кому мы помогаем, в каком объеме и как мы помогаем. Регламенты у нас определяют, кто наши семьи, что такое малоимущая семья для нашего фонда, что такое трудная жизненная ситуация для нашего фонда, в каком объеме мы оказываем поддержку, как часто мы ее оказываем. Эти регламенты прозрачные. Их понимают и семьи, и дарители. Это дает… Прозрачность дает доверие. Нам могут… Мы тем самым привлекаем большее количество доноров и увеличиваем базу благополучателей. Итак, немножечко о наших проектах, что мы делаем. Иван, у меня снова не идет презентация. Ольга, попробуй выключить демонстрацию экрана и запустить заново презентацию. Так. Демонстрация экрана. Так. Переключилась. Ура. Вот смотрите. На сегодняшний день существует три основных проекта, в рамках которых мы свою деятельность осуществляем. Два из них – это, как правило, первичные точки входа для благополучателей. Ну и для дарителей тоже это понятно. У нас есть проект вещевой помощи, гуманитарный склад, проект продуктовой помощи «Один килограмм добра». Эти проекты являются первичным тем самым удовлетворителем. Это та рыба, которую мы готовы предоставлять семьям. Как правило, через эти проекты приходят и доноры, и благополучатели. Наша задача улучшения. Мы решаем проблему. Проблему наших семей в низком качестве жизни. Наша задача – давать им удочку. Уже, наверное, с 2018 года, получается, прошло, как работает наш проект «Частливая семья». Он был поддержан фондом президентских грантов в прошлом году. И про деятельность этого проекта тоже в рамках этого проекта я немножечко расскажу позднее. Он как раз дает стимулы для развития семей. Я думаю, что многие из вас слышали про пирамиду потребностей Маслоу, что такое достаточно классическое видение человека, что без удовлетворения базовых потребностей мы не можем говорить о самореализации. Она всем понятно и известна. Мне в этом плане нравится чуть другая модель. Это модель, по-моему, шведского клинициста Мари Осберг. Она называется «Боронка истощения» про внутренние ресурсы человека, откуда мы черпаем силы для движения вперед. И там озвучен такой парадокс, что лишая себя, он про баланс важных и неважных задач. Важные задачи у нас еда, важные задачи у нас одежда, тепло, уют, базовое понимание мира, лекарственное обеспечение. Неважные задачи, все остальное, казалось бы, развлечение, общение, досуг, полезный досуг, культурный досуг. И вот Мари Осберг говорит о том, что лишая себя неважных задач, из которых человек черпает, они самые энергоемкие, они ресурсные по насыщению внутреннего мира человека, он лишает себя возможности делать что-то большее. И вот проект «Счастливая семья» про это. Ах, еще раз, следующий. Да, давайте тогда еще на этом слайде остановлюсь. Про коммуникацию с семьями, про технику. У нас есть четыре страницы ВКонтакте. Казалось бы, это много. Мы взаимодействие с нашими семьями осуществляем через социальную сеть, потому что для нашего региона это наиболее понятный и доступный способ взаимодействия. Другие социальные сети не пользуются таким спросом в нашей категории благополучателей. Это мы тоже выяснили средством социологического исследования. И для каждого проекта у нас заведена своя страница. Для чего это делается? Во-первых, информации очень много, деятельности по каждому проекту очень много, чтобы в головах у людей не было путаницы, ни как у благополучателей, ни как у доноров. Регламенты по взаимодействию есть для каждого проекта, и они ведутся на отдельной странице. Для доноров существует основная страница фонда, где мы рассказываем про нашу деятельность, ну и какие-то важные вещи, требующие масштабного отклика, публикуем там. С благополучателями мы чаще всего взаимодействуем через страницы проектов по адресу, по виду помощи, которая нужна в семье. Первичный запрос, помните, да? Важно, чтобы семья сама понимала, какая помощь ей нужна. Не мне нужно все, мне помогите. Сформулировано, четко и доступно. Так, ну я снова останавливаю презентацию, снова запускаю. Итак, будем прыгать со слайда на слайд. Ну вот, наш проект «Гуманитарный слайд». Первый проект, как раз с него начинала инициативная группа. Это вещи для нуждающихся. Я думаю, что принцип оказания такой помощи не новый, оно есть практически в каждом регионе, в каждом городе, даже и в более мелких каких-то областях. Есть те люди, которые занимаются взаимоподдержкой, передают вещи нуждающимся. В чем наша особенность? Наш гуманитарный склад работает по четкому принципу, по четкому регламенту. У нас есть часы приема для дарителей, у нас есть часы приема для благополучателей. Эти потоки на сегодняшний день разделены. Разделены они для удобства, чтобы можно было больше объема за единицу времени эффективно распределять. Раз в неделю люди приносят нам вещи. Волонтеры сортируют. Сортируют, вот видите, там на фотографии красивые коробочки. Оранжевые для девочек, синие для мальчиков. Система хранения понятная, доступная. И для волонтера, вновь пришедшего на наш склад, конечно, мы всегда нашим семьям помогаем сориентироваться. Но в процессе обучения тоже волонтерам легко сориентироваться. Семьи у нас принимаются индивидуально. У нас изредка проводятся массовые такие выдачи общим потоком, когда приходят люди и выбирают одежду. Как правило, это какие-то тематические выдачи. Там только либо женская одежда, либо мы объявляем, у нас очень много баллоневых штанов для детишек. И вот приходят все в живом потоке, в живой очереди. Но мы все-таки за индивидуальный подход и за адресную помощь. И семье назначается конкретное время. У нее есть 30 минут. В это время волонтеры помогают сориентироваться и подбирают все то, что необходимо для удовлетворения потребностей этой семьи. В рамках этого проекта распределяются вещи, одежда, обувь плюс средства гигиены. Раньше в рамках этого проекта мы и продуктовую помощь также распределяли. Но в прошлом году… Нет, тоже 2018 год. Это у нас был перелом, когда два проекта. В 2018 году появился у нас еще один проект. Это что такое? Останавливаем. Ольга, я могу запустить презентацию со своего компьютера, а ты будешь говорить, когда переключать. Ну, давай попробуем так. Давай, секундочку тогда. Значит… Демонстрация экрана. Так, все видят, да, коллеги? Я вижу. Значит, в принципе, остальные тоже должны уже видеть. Все видно, все видно. Отлично. Так, ага. И сейчас… Какой это был слайд? Это был вот этот слайд, да, у тебя? Можно на следующее переключать. Мы пришли к следующему проекту, который стал проектом в 2018 году «Оказание продуктовой помощи». Почему мы к нему подошли? Запросов от семей поступало все больше и больше. Появлялись… Просто база благополучателей росла. И практически два-три раза в месяц, на тот момент у нас туда и семей было 30-50 примерно, два-три раза в месяц обращались семьи с кризисными ситуациями, критичными ситуациями, когда нечем кормить детей. И мы, как поступали инициативные группы, тогда через свои страницы искали поддержку у людей, собирали помощь по одной пачечке, кто чем богат, тем и рад. Это очень такая ресурсная была работа, требующая много времени, как и для волонтеров. И был люфт ожидания. То есть семье нечего кушать сегодня, а помочь мы ей сможем через 3-4 дня. Пока вот соберем, пока отклик получим. Родилась программа «Один килограмм добра». Суть ее в том, что каждый месяц, каждый человек может делиться удобным для себя количеством еды и формировать тем самым некий запас натуральной помощи, неприкосновенный запас в фонде. И при обращении семьи мы можем быстро сформировать набор по запросу и передать ее нуждающимся. Сначала мы собирали продукты где-то на 10 семей в месяц. Уже в 2019 году это было 30-40 продуктовых наборов. Сейчас 20-й год, он фееричный. Мы уже на сегодняшний день передали 889, но сегодня у нас еще будет 2 набора распределено. Давайте этот счетчик постоянно у нас крутится. Получается 903 набора на сегодняшний день. Наборы хорошие. Килограмм 11-12 содержат все необходимое для семьи примерно на неделю. Конечно, в зависимости от количества членов семьи мы исходили в среднем из расчета 4-5 человек в семье. Тем самым мы постоянно формируем в фонде продуктовый запас, распределяем еду самостоятельно среди наших семей и распределяем еду через организации и партнеры. Это и социальная служба участия для пожилых бабушек и дедушек, одиноких, которые находятся у них на соцобеспечении в рамках оказания социальных услуг. Мы распределяем через органы опеки. Почему мы вышли на такой вариант взаимодействия? Нуждающихся у нас много. Наш основной принцип – первичное обращение семьи. Но для того, чтобы обратиться в фонд, необходима внутренняя мотивация и четкое понимание, что тебе необходимо. Это же надо все равно постараться, найти нас, разобраться, какие услуги мы оказываем. То есть некая цепочка действий, которая приводит к оказанию помощи. Но у нас не охвачена была большая категория благополучателей, которые не имеют этой внутренней мотивации. Но они сидят голодные. А в этих семьях – дети. И наш современный мир таков, что мы можем себе сегодня позволить, чтобы люди не голодали. И тут опять мы можем вернуться к вопросу удочка или рыба. В данном случае – рыба. Мы просто понимаем, что мы делаем. Мы кормим. Но кормим по четкому регламенту. Мы не будем кормить еженедельно. На продуктовую помощь у нас установлен регламент не чаще одного раза в месяц. Этот продуктовый набор не покроет нужды семьи на весь период. То есть, соответственно, самим все равно шевелиться необходимо. По вещевой помощи у нас регламент тоже есть. Это один раз в два месяца. Что дает эта семья? Это не потому, что мы такие жадные, что нам вещей жалко отдавать почаще. Во-первых, большее количество людей мы можем охватить тем самым. Чуть вернусь к предыдущему проекту. А во-вторых, таким образом семьи учат планировать и заранее прогнозировать свои шаги. «Будет зима, моему ребенку надо куртка, штаны, обувь такого-то размера». Они в тот момент обращаются, когда не в чем выйти на улицу. Они заранее планируют и знают, что раз в два месяца они могут подойти и выбрать одежду. То есть тоже такой-то немножечко педагогический момент. Иван, давайте к следующему проекту любимому перейдем. Мы про рыбку поговорили с вами. Ну и как мы к нашей удочке подошли. Проект «Часливая семья» он направлен на изменения внутри семьи. Мы уже определили, что наша основная проблема целевой аудитории это низкое качество жизни. Они ориентированы на обеспечение только базовых потребностей. В этих семьях по нашим социоисследованию мало семейных традиций. Они редко проводят вместе досуг. Родители направлены на выживание. Дети находятся рядом и в этом. Семьи, как правило, эмоционально неблагополучны. Это не про материальную сторону, а ощущение мира. Такой минор по жизни. Для них выйти на культурные площадки, наверное, переступить через себя. У них ресурса внутреннего нет на это. Потому что еда, потому что одежда, потому что холодно и вообще я грустный. И наш проект направлен на расширение кругозора, на показ тех культурных площадок городских, которые можно посещать, в том числе бесплатно. У нас вот этих... Просто иногда говорят, у меня денег нет. На самом деле для культурного развития деньги тут не самую важную роль играют. Если хочешь, есть и для тебя услуги. Ну и такой мы немножечко обучающий момент сюда включили. У нас проводятся семинары по финансовой грамотности. Ну, элементарные какие-то основы личного... семейного бюджета, личных финансов. Мы освещаем на наших семинарах. Тоже чуть расскажу попозже, как мы это сделали. У нас посещаемость этих семинаров стопроцентная всегда. Сколько мы человек пригласим, столько семей придут. Но тут есть наша хитрость, о которой я чуть больше расскажу. На первом семинаре практически никого не было. Было там 5 или 6 семей. Сейчас загрузка полная, бывает до 20. Семинар ограничен 15. Следующий слайд. Алло, видно слайд? На что направлены наши мероприятия? Я вижу. Отлично. Я вижу, думаю, что все остальные тогда тоже. На что направлены наши мероприятия? На восстановление детско-родительских отношений в семьях, на коммуникации внутри семьи, на умение чувствовать друг друга, какие-то общие ценности искать, на повышение педагогической компетенции родителей. Как мы тоже расскажем, чтобы родители были не только добывающими, а сопричастными к семье. Мы обучаем навыкам семейного бюджета, и мы также проводим семинары в сфере здоровья. В частности, это женское здоровье и планирование семьи. Это же такой маленький хитрый момент, но тоже расскажу про это попозже. Иван, следующий слайд. Итак, детско-родительские отношения. Что у нас происходит? У нас есть семейная игровая. Изначально это предполагалось как место, куда мамы с детками могут прийти. Там очень классные игрушки, собранные по добрым людям, такие эксклюзивные игрушки местами, куда мамы с детками могут прийти, провести время и поиграть. Но не было четкого графика, и как-то вот это вот так ни шатка, ни валка существовало. Мы пригласили двух специалистов. На сегодняшний день у нас детский педагог есть и детский психолог, которые еженедельно проводят занятия семейно-игровой в малых группах, обучают навыкам коммуникации в игровой форме. Родители присутствуют на занятиях обязательно. И вообще все наши занятия, хоть они и для деток, предполагают обязательное присутствие родителей. Ваня, следующий слайд. Помимо этого, мы, помните, говорили про воронку истощения. Положительные эмоции, они самые, наверное, главные в нашей жизни, что нас заставляет двигаться вперед. Каждый квартал мы проводим День именинника для деток из наших семей. Каждый раз стараемся разную площадку показать, новые возможности. Многие площадки детям недоступны в силу вот того барьера, нет денег, да, про что мы говорили. И тем самым мы снижаем уровень эмоционального неблагополучия. Дети делятся впечатлениями, они увереннее себя чувствуют в социуме, что вот этот опыт проживания у них был, они делятся. Есть о чем поговорить с сверстниками. Следующий слайд, Иван. Также у нас есть партнеры, некоммерческие организации, тоже про ресурсы, про взаимоподдержку. Есть у нас замечательный клуб любителей лошадей, некоммерческая организация. Там возрастные лошадки, лошадки-инвалиды, то есть такие низкокуны, но они занимаются очень такими важными, хорошими вещами. И ипотерапия есть у них в спектре услуг. Мы туда регулярно возим наших деток на экскурсию. Это тоже и психотерапевтический момент. Детки общаются с лошадьми. Детки видят, как работают люди, волонтеры, в том числе на конюшне. И это моменты живого общения, культурного досуга совместного. Мамы и папы тоже приглашаются. Это совместные группы. Мы никого не отбираем. Тоже опыт совместного проживания. Есть с чем поговорить. Потом детки с родителями на ночь могут вспомнить и пообщаться. Будут темы для разговоров. Следующий слайд. Кукольные спектакли. Театры вообще особая статья в нашем культурном развитии. С чего начинается наше приобщение к культуре? И умение ходить в театр, как бы это странно ни звучало, оно не приходит сверху. Это все-таки традиции семейные. И в наших семьях этих традиций не было. Наш проект на самом деле начался как раз с кукольных спектаклев. И это не спектакли в государственном кукольном театре. Это частный семейный кукольный театр. Там работают профессиональные актеры государственного театра кукол. Но обстановка, она более камерная, более семейная, когда чувствуется плечо друг друга и совместно проживается то, что происходит на сцене. Дети активно вовлекаются в процесс игры, в спектакли. Они актерами бывают там. Есть также в этом театре семейная игра. То есть это создает некую теплую атмосферу и комфортное ощущение для деток и для родителей. Если ты никогда не был в большом культурном заведении, ты приходишь и можешь растеряться от многообразия света, людей, лампочек, как надо идти, туда садись, тут веди себя прилично. Здесь чуть проще. И чувствуешь себя комфортно. Следующий слайд. Как я говорила, что у нас есть много городских культурных площадок, которые предоставляют бесплатные услуги для всех семей. Там наполняемость на самом деле не такая большая. Я думаю, что это просто вопрос развития общества. Например, детская библиотека Ковина регулярно проводит в пандемии. Сейчас приостановлены эти проекты. В библиотеки еще до сих пор нам не разрешили заходить. Но, тем не менее, они постоянно ранее проводили мероприятия детско-родительские. Это серия мастер-классов, это встречи с... Как-то там была сумасшедшая лаборатория. То есть что-то интересное, активность в рамках библиотеки. Дети учатся ходить ножками до библиотеки, смотрят, что там книжки. Книжку можно взять с собой, почитать. То есть мы буквально ножками учим ходить в полезные места, в том числе и родителей. Следующий слайд. Музеи там, скорее всего, у нас. Ага, точно, музеи, они самые. В Архангельской области в 19-м году было принято постановление на том, что многодетные семьи имеют право посещения бесплатного городских музеев. Раньше это был каждый третий четверг, то есть можно было многодетной семье прийти. И сейчас это любой день. Но дети и родители музеев города не знают, не знают, что там есть. Вот через нас мы их знакомим. Мы организуем экскурсии. Экскурсии проводят волонтеры, либо профессиональные экскурсоводы, с которыми мы на тех или иных условиях договариваемся о проведении экскурсий. Знакомим с площадками города. Для того, чтобы заинтересовавшись, они могли самостоятельно в дальнейшем получать вот такой опыт приобщения к истории в том числе. Наша коллективная бессознательная, все, что произошло ранее, очень сильно влияет на то, что у нас происходит сейчас. И понимать, чувствовать это очень важно для ощущения себя в пространстве. В музее ходим с удовольствием на самом деле. Казалось бы, что вроде бы это как-то не очень весело, да, там нету феерии, нету шоу, но программы замечательные. Кстати, при музеях очень часто работают культурные волонтеры. Наш музей Архангельские гостиные дворы такой командой славится. Там замечательные женщины, которые встречают и спектаклями, и такими теплыми приятностями. Они проводят экскурсии на высокопрофильном уровне. Поэтому давайте в каждый музей по волонтеру для того, чтобы можно было жителей города приобщать к содержанию, к наполнению. Следующий слайд. У нас проводится ежегодная акция «Новогоднее чудо». Я думаю, что для проекта «Счастливая семья» это тоже точка входа для тех семей, которые не готовы еще ходить на мероприятиях. Елки, праздник, Новый год – это наиболее понятно. В детстве у нас были профсоюзные елки, елки при клубах, при школах. Сейчас очень большой спектр услуг, кто проводит такие мероприятия, на семье туда ходить тоже не могут в силу разных обстоятельств. Там и желания, и финансовые возможности. И вот такое новогоднее чудо мы устраиваем ежегодно для ребят. Мы собираем сладкие подарки, и мы договариваемся с разными площадками о проведении новогодних елок. С нами сотрудничает театр «Понарошку», плюс «Молодая гвардия Единой России» тоже часто откликаются, проводят какие-то анимационные шоу. Откликаются партнеры кафе, в которых проводят тоже мини-праздники. И что это очень все здорово, это объединяет людей. Каждый может делиться чем-то не в ущерб для своего бизнеса, не в ущерб для своего кошелька. Плюс некоторые, понятно, мероприятия платные. Мы для этого привлекаем людей, готовых поддержать нашу деятельность. И через Новый год приходят к нам новые семьи. Это тоже очень важно. Следующий слайд. И немножко про такую содержательную, важную часть. Что у нас происходит. У нас есть семинары по финансовой грамотности. Проводятся они ежемесячно. Там рассматриваются темы, которые близки для нашей целевой аудитории. Финансовый консультант работает с ними и в индивидуальном порядке по запросу. И когда время есть, потому что мы тоже все волонтеры. Это не та деятельность, которая на регулярной основе осуществляется. То есть мы не афишируем, что вот есть финансовый консультант, обращайтесь, и вот будет вам счастье. Мы решим все ваши проблемы. Нет. Мы все-таки обращаем. И за год, пока вот эти семинары у нас уже проводятся, целый год, реализация проекта по фонду президентских грантов, мы видим существенный рост осознанности у наших семей. Семьи, как правило, доходят одни и те же. Они уже задают важные вопросы, понимают, что они спрашивают и получают практические инструменты для взаимодействия с реальностью. Также у нас проводятся семинары по женскому здоровью. Семинары ведет врач и кушер-гинеколог. Мы разговариваем с мамами и девочками. На интересные, сакральные, так скажем, темы. Для того, чтобы женщина понимала свою роль. И женщина понимала себя как женщина. Тоже важный момент. В семьях у нас мамы рулят. Папы там есть в 30% как сильная сторона. Остальное про женщины. Чтобы у женщины были силы и ресурсы для того, чтобы обеспечивать свою семью. Она еще в первую очередь должна себя охранять и себя беречь. И вот с этого года у нас такое новое введение появилось. Причем откликнулись сразу две девушки-волонтеры. Волонтеры ПРО БОНО. Это клинические психологи по образованию. Практикующие психологи. Психолог, который Анна Лапина у нас проводит семейные консультации. Работает с родителями по взаимодействию с детьми. И Лена Кувшинова, она работает с родителями по другим вопросам. Там и тревожность, и сложная жизненная ситуация. Вопросы со стрессом, да, с какими-то... С болью родителя. Вот, поэтому это очень здорово. Такая услуга сложная для наших семей, потому что к психологу вообще еще наше общество не очень научилось обращаться. Но создав вот эту атмосферу доверительного общения с нашими мамами, с нашими детьми, они через нас могут это себе разрешить. И доверить вот в рамках деятельности нашего фонда они могут. К незнакомым людям тоже, может быть, чуть сложнее. И следующий слайд. Ну, смотрите, у нас такие три категории благополучателей вырисовываются. Семьи, которые чаще всего нам приходят через органы опеки, где лишь рыбка, где только мы можем удовлетворять какие-то базовые потребности и решать текущие задачи. У нас есть семьи, которым необходимо помогать в обеспечении текущих задач. Это вот проекты продуктового повышения и гуманитарного склада. И через них они вовлекаются уже в деятельность, на развитие, на повышение качества жизни, на рост качества жизни. А есть семьи, которые самостоятельно справляются с этой базой, но ресурсы внутренние не могут сами себе обеспечить и приходят уже в проект «Частливая семья». Что он им дает? Ну, во-первых, это знания новые о взаимодействии с детками, навыки позитивного социального поведения. Мы говорили с вами про эмоциональное неблагополучие, про общий минор в семьях, как у детей, так и родителей. Вот это сообщество, они знакомятся на мероприятиях, они друг друга поддерживают. Сегодня на Телемосте у нас был Телемост Москва-Архангельск по деятельности некоммерческих организаций. Услышала такое интересное, тоже новое для меня понятие, как равное консультирование. Понятно, что мы все им занимались, но как формулировку для меня, она была впервые услышана. Когда мама маме, по ценностям люди соотносятся, и это не профессионал и клиент, диалог идет, а диалог на равных. Вот здесь происходит диалог на равных, человек к человеку. Это вообще, наверное, очень хорошо характеризует деятельность нашего фонда, когда человек человеку, а не богатый бедному. Тут очень у меня четко в голове есть отрицание классовости, для того, чтобы не создавать границы и барьеры, через которые дополнительные границы, через которые еще переступить-то, ой, как сложно. Вот. Семьи учатся самостоятельно посещать площадки. Это очень сложно. В рамках проекта «Счастливая семья» у нас есть такая форма обратной связи, как конкурс рисунков. У нас детки рисуют свои впечатления, и в качестве поощрения у нас сертификаты на посещение кукольных спектаклей. Вот мы уже несколько сертификатов раздали, и прямо, знаете, очень сложно. Когда фонд объявит запись, фонд поведет, они очень быстро откликаются самостоятельно, еще ходить, даже имея билет на руках, они не научились. Но это тоже, я думаю, что дело времени, доверие к миру постепенно развивается. Так что это тоже у нас все будет. Получают навыки по ведению здорового образа жизни и навыки по ведению семейного бюджета, инструменты, о чем я уже говорила раньше. Давайте завершающий слайдик, и будем уже к вопросам переходить. Где мы берем ресурсы на все это? Вообще ресурсов у нас пять, как мы знаем, в рамках социального проектирования. У нас есть материальные активы, деньги, информация и люди, и время. Вот наша организация, я сразу говорю, что мы мост, и мы не производим какой-то продукт. Наша задача – соединять. Поэтому самое главное, на что мы опираемся в нашей деятельности, это на людей, на их возможности. Чем больше связи, чем больше социальных контактов у нас, тем больше проектов, тем качественнее проекты мы можем реализовывать. Ну и информация. Информация. Мы активно освещаем нашу деятельность, докладываем практически каждый шаг, значимый и не очень, для того, чтобы повышать уровень доверия к деятельности благотворительной организации. Вот это два столпа, на чем мы функционируем. Да, у нас есть пожертвования. Суммы пожертвований не такие большие, которые поступают в наш фонд. У нас есть сейчас средства президентского гранта на реализацию проекта «Счастливая семья». Но мы тоже понимали, для чего нам грант этот нужен. Он не для того, чтобы проект сейчас завершить по времени, и отпустить в никуда. Грант нужен для того, чтобы наладить диалог с бизнесом, наладить диалог с культурными площадками, заинтересовать их по взаимодействию с нашими подопечными семьями. Поэтому деньги у нас такой вторичный ресурс. Понятно, что там есть какая-то обязательная сумма для деятельности, вообще юридического лица, и тут, конечно, помогают пожертвования. Но и по времени, что все наши проекты четко расписаны, мы понимаем регулярность, мы понимаем сроки, и мы понимаем, какое количество мероприятий, когда мы должны провести. То есть не отпускаем это на самотек. Что сегодня откликается, то и проводим. Хотя всю нашу деятельность мы в первую очередь выстраиваем на запросе благополучателей. То, что им интересно, а не то, что интересно нам. Кстати, семинары по женскому здоровью такой популярностью не пользуются. Это пока тяжело. К психологу тоже пока тяжело запись идет. Но запрос к психологу был сформирован как раз семьями, как раз родителями. И вот нет у нас на сегодняшний день курсов по профориентации для деток. Но тоже это дело задачи будущего. Потому что в нашем фонде сейчас деятельности с 2015 года и обратились семьи с маленькими детками. Они постепенно подрастают. И актуальность еще по профориентации она не насрела. Но я думаю, тоже это все случится. Так что работаем. Нам нравится то, чем мы занимаемся. Мы радуемся всегда сотрудничеству, грацией с партнерами нашими. Вот, добудем. Ура! Иван, следующий слайд. Я готова к вопросам. Спасибо большое, Ольга. Очень интересный доклад. Правда, рекордсмен по времени, который, значит, продержались в эфире. То есть почти час. Там буквально 4 минутки не хватает до полного часа. На самом деле, я так вижу, что людей все больше и больше было во время семинара. То есть я не знаю, чем это говорит, но тенденцию такую могу отметить. Давайте перейдем к вопросам, к комментариям. И я на правах организатора немножко скажу первый. Мне кажется, ты немножко слукавила, Ольга, когда назвала семинар «Рыба или удочка», потому что я вижу по работе, что у вас и «Рыба», и «Удочка». С «Рыба и удочка». Просто в разных ситуациях, да. Да, это мой первый комментарий. Второй комментарий, мне очень понравился слайд из начала, где ты показывала, что ценности самореализации у клиентов, у ваших семей, они очень низкие. То есть люди не думают, что они будут делать дальше, зачем им это нужно и почему они этим занимаются. Это очень такой интересный, мне кажется, момент, потому что, ну, то есть, в принципе, насколько я помню, да, вот по данным опросов о ценностях, в России ценности и реализации не очень популярны, но это в любом случае не 2%. Это там десятки процентов, там 20, 30, может быть, 40, но как бы не 2. Это вот мой такой второй комментарий. Про внутренние ресурсы, да, что есть внутри. Да, да, да. А теперь придем к вопросам от коллег. Если кто-то хочет говорить сам, голосом, то, пожалуйста, можете сделать это сейчас, чтобы я не утверждал себя с учитыванием вопросов из чата. Окей, нет, не задают вопросов. Хорошо, тогда задам из чата вопрос. Значит, Ольга, кто и как исследует мотивацию у взрослых? Скажите, пожалуйста, ну, вот в вашем случае. То есть мотивацию, вы исследовали мотивацию семей, сколько я помню. Мы как таковой мотивацией, психологическим сопровождением семей не занимаемся. У нас хоть помощь не адресная, но это не индивидуальное кураторство семей. Мы все-таки, я говорю, что мы про возможности, мы некий маркет. И что касается мотивации семей, то нам достаточно четко сформулированного запроса. Мы оцениваем так вовлеченность в процесс, понимает ли семья, для чего им нужна наша деятельность. Вот, поэтому других ресурсов у нас на сегодняшний день. У нас нет команды социологов. Ну, или психологов, в смысле, которые будут мерить, спрашивать. Хотя вопрос интересный, да. Хорошо, следующий вопрос. Расскажите, пожалуйста, как вы работаете с волонтерами? С волонтерами мы работаем. Слушаете? Слышишь? Да, слышно-слышно. Всем слышно? Значит, наша команда волонтеров – это девушки по большей части, которые постоянно находятся на связи с друг другом. Мы друг для друга поддержка, опора. Какие-то моменты. У нас есть регламенты взаимодействия. У нас создан чат, в котором мы до определенного момента времени решаем взрослые технические вопросы деятельности благотворительного фонда. А потом мы друг для друга являемся мотиватором для деятельности, поддержкой и можем по-женски поболтать. Поэтому взаимодействие с волонтером у нас на таком первобытном уровне, на очень человечном и на внутренней мотивации каждого. Мы сошлись по ценностям. Поэтому вот так и живем. Хорошо. Следующий вопрос. Сколько семей из ваших подопечных за год меняет образ жизни свой к лучшему? Есть какая-то такая примерная, хотя бы умозрительное представление, что там, допустим, в том году пять семей стали заниматься собой, стали заниматься семьей, а не просто выживанием. Мы сейчас фантазировать будем. Для того, чтобы четко говорить, сколько семей вышли, это необходимы постоянные социологические опросы. И это вопрос про исследование, про сколько. Что я могу... Я вижу динамику взаимодействия родителей и детей на мероприятиях. Мы раньше, кстати, когда у нас были только два рыбных проекта, гуманитарный склад и продукты, мы детей-то не видели. К нам приходили мамы, в редком случае папы, и что-то мы в процессе общения, оказания помощи могли еще изнутри поизучать. Сейчас мы видим семьи регулярно и часто во взаимодействии. Что происходит за год? У нас буквально на прошлом месяце было повторное мероприятие Бора-Бора. Мы до этого год назад туда ходили, в Центр пляжных видов спорта. И вот через год повторили этот опыт. В прошлый раз, как родители относятся к детям? Они пришли, отдали детей аниматорам. И сидели вот там, кто мечтал, кто разговаривал, кто в телефоне сидел. В принципе, их этот процесс не очень сильно интересовал. Единицы ходили, совместно принимали участие. В этот раз, а только одна мама у нас еще там задержалась, по наблюдениям. Остальные все были активно вовлечены. Мы создаем некое сообщество. Так получается, это стихийное. Мы никого дополнительно не мотивируем. Мы даем им свободу дышать и жить так, как им живется. Мы просто даем дополнительные инструменты для проживания. И вот это меняется. Это меняется у тех семей, которые с нами постоянно на связи. Это прям очень чувствуется. И по откликум. То есть, скорее видно, семьи, которые активно участвуют, они вовлекаются в другие виды активности. Их видно и слышно постоянно, я думаю, вам. Да. Хорошо. Следующий вопрос, мне кажется, очень интересный. В смысле, как раз к разговору про регламенты. Спрашивает Екатерина Агалкова. Как вы выявляете нуждающиеся семьи? Какие критерии нуждаемости, судя по всему? Вот про это расскажи немножко, пожалуйста. Ну, во-первых, есть то, что нам досталось от государства. У нас есть официальные статусы. Статус малоимущей семьи, который они получают в органах опеки. У нас есть статус удостоверения многодетных семей, которые получают также от государства. У нас есть справки МСЭ, подтверждающие инвалидность. То есть, эти все документы мы запрашиваем при первичном обращении, если они есть. Со статусом малоимущей семьи все более-менее понятно. Там цифры прописаны по доходам. Мы видим, на что живет семья. С многодетными семьями чуть сложнее, и там личное общение происходит. Мы узнаем, где работают родители, на что живут, какие источники доходов у них есть. И для себя... У нас установлен государственный прожиточный минимум. Он меняется, мы за ним следим. Сейчас это чуть больше 15 тысяч рублей на человека. Для себя в регламенте прописано, что мы принимаем в проекты семьи, чей прожиточный уровень ниже... Чей доход на человека ниже прожиточного уровня в регионе. Вот так что это мы для себя... Но это не все всегда можно подтвердить документами, доступными для семей. Поэтому такая информация чаще озвучивается в процессе живого диалога, заполнения анкет и так далее. Я так понимаю, что это первое... Ответила по-моему на вопрос. Да, вполне. Просто я думаю, что, скорее всего, это все-таки первый слой, как вы выбираете людей, находите людей. Наверняка есть еще более глубокие. Просто это такая уже более внутренняя кухня, скорее, работы, чем часть технологии. Нет? Мы работаем по первичному обращению семьи. Семья, которая созрела до того, что им нужна помощь, и они готовы что-то менять в своей жизни. Сложных семей, социально опасных семей в фонде практически нет среди тех, кто постоянно в наших проекте находится. Такие категории поступают к нам через органы опеки, через взаимодействие с органами власти. Но мы им оказываем... Мы им рыбу предоставляем. Мы решаем их текущие разовые задачи. Они редко остаются в наших проектах. Они редко двигаются. Потому что, ну, может быть, мы лукавим. Может быть, мы действительно изначально выбрали такое благодатное поле для развития. Но, по крайней мере, мы видим результаты. Я понял. Спасибо. Есть вопрос, каким образом к вам могут обратиться семьи, и как вас можно найти? Но я думаю, что просто я положу в общий чат и потом в письмо после встречи, я положу просто ссылку на ваш сайт. Нет, не на сайт, лучше на группу ВКонтакте. Для сайта у нас все еще нет волонтера про Бона, который будет его мониторировать. Давайте это кратенько расскажу. Я уже говорила про то, что у нас есть по взаимодействию с благополучателями страница для каждого проекта. То есть в голове у семьи есть четкое представление, какая помощь ему нужна в данный момент. И он может написать в сообщение о группе ВКонтакте. Но среди наших благополучателей не всегда есть доступ в интернет. Тут тоже точка входа. Откуда они про нас узнали? Они от нас узнают от друзей, от знакомых, от органов опеки. Тогда у нас есть телефон. Тогда заявки принимаются по телефону. И оператор просто в режиме онлайн за них заполняет формы, записывает их на услуги, которые мы предоставляем. Так что это социальная сеть ВКонтакте и это телефон фонда. Хорошо. У нас еще есть много вопросов из формы регистрации. Когда регистрировались, каждый из вас мог оставить вопросы. И тут их много. Я скорее скомпоную несколько, потому что они, по сути, мне кажется, про прочие близкие темы. Спрашивают, Оля, у тебя, как вы мотивируете многодетных, одиноких матерей или просто, в принципе, родителей на то, что им необходимо развиваться самим? Что не только детей должны отдавать всякие кружки и секции, детей за строительство и развиваться? Не надо, чтобы родители. Это совсем четкое понимание того, что мы делаем. Мотивация, придя в фонд, у родителей уже должна быть сформирована. Мы не вытаскиваем из трудной жизненной ситуации. Мы им даем возможности. Поэтому почему семьи с нами? Может быть, лучше вот так вот вопрос про мотивацию. Почему они с нами остаются? Это достаточно дружественное сообщество, чувствующее сообщество. У нас всегда общение на равных. Я уже проговаривала то, что я против классовости и границ каких-то в общении. Так работает государство. Мы не сталкивались никогда со столами для кормления детей из малоимущих семей в школах. Это бесплатное питание, которое организуется на отдельных столах. Вот ты как. Вот ты малоимущий, ты будешь кушать там. Остальные детки кушают здесь. Мы такого не допускаем. Вот, поэтому это благоприятная среда для общения. Плюс наши мамы, наши семьи становятся же и волонтерами, да, про равное консультирование, про помощь, про взаимоподдержку друг друга. Они общаются на мероприятиях, они находятся в сходных, в похожих условиях и могут как раз удовлетворить тот запрос, который есть от семьи друг друга. Поэтому, да, вот через формирование, через построение сообщества мы вот так мотивируем семьи, они остаются с нами. Мы их искренне любим. Это просто, ну, я обожаю с ними встречаться, разговаривать, обнимать детей. И я думаю, что вот это доброжелательное отношение, оно чувствуется и оно возвращает их к нам еще и еще. Спасибо. Очень-очень интересный последний вот комментарий. Мне очень понравилось. Я думаю, что это та точка зрения, которая очень-очень правильная и вроде как мы все интуитивно ее понимаем и разделяем, но в своей деятельности, ну, далеко не всегда люди ориентируются на такую же позицию. Я думаю, что можно заканчивать. Коллеги, кто слушает эфир, пожалуйста, пройдите по ссылочкам. Не ставьте нам лайк. Нам важно, чтобы вы проголосовали, то есть оценили, насколько качественный был вебинар, то есть чего вам не хватило, чего было в достаточной мере. И проходите, регистрируйтесь на следующий вебинар, который будет 4 декабря. Всех ждем. Ольга, еще раз большое спасибо за встречу, за интересный рассказ. Вам спасибо. Рада общаться. Приглашайте, будем говорить. Все, всем спасибо. Всем до встречи, до свидания. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...